У лесики на реки громко распевай, голосок унывай. Результатом многомесячного труда юных исследователей стала изданная книга «Русские народные сказки Ульяновского Поволжья». Вошедшие в сборник сказания собирались по городам и весям не только нашего региона, но и соседних. У нас только очно приехало вместе с педагогами около 300 человек, а участников где-то, наверное, полутыщи было, не меньше, потому что у нас заочно проходил конкурс, а только итоги подводились очно. И это были представители не только Ульяновской области, но практически всей России, с очень многих регионов России. В сборнике ярчайшие примеры народного творчества, передаваемого из уст в уста, из поколения в поколение. В книгу в том числе вошли сказки одного из лучших сказочников России 19 века – Абрама Кузьмича Новопольцева. По воспоминаниям современников он мастерски владел словом и своим витиеватым повествованием мог увлечь самого искушенного слушателя. «Заложили, поехали на базар, едут, приехали. А по базару-то, мужик, медведя ведет. Вот, пятница. Немец соскочил с дрожек, подошел пятница и сказал ей, «Дурак, ты почему мне молока-то, пятница не даешь?» Сделанная детьми для детей книга рассчитана на читателя младшего и среднего школьного возраста. Иллюстрации книги – тоже результат творчества юных художников. Над оформлением трудились воспитанники Корсунской детской школы искусств. Получились сочные, красочные, самобытные картинки, которые наверняка привлекут внимание ребенка. Нам очень хотелось сделать эту книгу, с одной стороны, чтобы ее читали дети. Те, кто, может быть, только начинает читать. Поэтому иллюстрация – это важно. Ребенка тянет к красивому, а там много красивых иллюстраций. И того, что может мама или папа сказать, ты тоже так можешь попробовать. А те, кто читать уже умеет, попробовали себя в роли исследователя, собирателя фольклора. Ученица Тагайской средней школы о конкурсе узнала от своего учителя русского и литературы. Вошедшая в сборник сказка услышана ею в селе Подлесное. Это сказка о отце Исы и сыновьях и о их сестре. Сыновья отказались помогать отцу с его делами, и в итоге они превратились в Воронев и улетели. А дочка, так как она их очень сильно любила, так как это были ее братья, она решила за ними пойти, и в итоге она их нашла и привела обратно домой. У каждого из вошедших в сборник произведений своя история, свои герои и своя мораль. И теперь собранные по крупицам, проиллюстрированные и напечатанные сказки стали достоянием ульянских читателей. Антон Кузьмин, Сергей Ребухин, репортер 73.